Итак, мы продолжаем. Мы остановились в лесу, который практически уничтожен. И нужно попробовать поджарить Маракориса. Тот еще не ликтез. Вон он там, пасется. Ну, надо пробовать. Рекомендую выпить зелье скорости. Отбегаем. Как видели, урон проходит просто прекрасный. И так он остановился. Еще один шар. И ему конец. Оказалось легче, чем я думал. Я, признаться, не ожидал, что пройдет такой хороший урон. Вообще магам, я считаю, нужны только два вида предметов. Три. Кроме мантии, разумеется. Это руны. Их основная сила. Это зелья для маны и зелья для скорости. С их помощью можно творить что угодно. Но сейчас нужно доставить к оргалому яйца ползунов. Нельзя верить всему. Не хотел бы я попасть. Все время одно. Надо выждать время. Спешка не доведется, тот, что ж не будет. Я хочу... Я хочу... ! Я хочу... ... Возьму на всякий случай руну кулак ветра, она может быть полезна в одном из заданий и полезна именно тем, что я не пользуюсь оружием ближнего боя, это когда мы пойдем за альманахом, там эти гоблины налетают толпой, очень это раздражает, а кулак ветра как раз прекрасно сбивает с ног практически любых монстров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и пригодилось награбленное добро. И из особняка Гамеза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я нашел яйца королевы ползунов. Я знал это. Мое видение действительно было знаком. Самое сильное вещество для зелья содержится в яйцах. Отлично. Этого мне хватит, чтобы сделать зелье, которое поможет нам призвать спящего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где моя награда? Ах да, награда. Спасибо тебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет, я имел в виду нечто более материальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жадный обормот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Насчет руны я точно не помню. Кажется, он даст... Кажется, он даст лечение. Но точно не помню. В общем, бесполезная руна. Можно купить. Руда, зелье, оружие. Оружие я тоже не помню. Что-то слабое. Это не моя проблема. Наподобие камнелома. Зелье магической силы. Пусть это зелье увеличит твою магическую силу. Теперь мы можем начать церемонию? Нет. Мне до сих пор не удалось найти способ зарядить юнитор. Моих знаний для этого недостаточно. Значит, я зря добывал эти яйца, так что ли? Нет, послушай. Где-то есть альманах, в котором содержится нужное мне знание. Мы купили эту книгу в старом лагере Укариста, мага огня. Но по пути в наш лагерь она была украдена. Книгу должен был принести Талос, один из послушников. На него напали и ограбили. Он меня разочаровал. Но я дал ему еще один шанс. Он должен найти украденный альманах. Поговори с ним, ему пригодится твоя помощь. Где сейчас находится Талос? Он пытается найти людей, которые смогли бы ему помочь. Ты встретишь его на площади перед храмом. Кто украл альманах? Талос сказал, что на него напали черные гоблины. Странно, конечно, но вполне вероятно. А я за это что-нибудь получу? Разве тебе мало доказательств моей щедрости? Ты не останешься без награды. Я принес тебе челюсти пол... За каждые 10 челюстей ползунов получаем по зелью... По самому лучшему зелье магической энергии. 70 маны восстанавливает. О, как много накопилось уже. 93 эссенции. Можно жить. Ну, как видите, квестов мало, как я и говорил. Юнитор для гуру, слюна ползунов... И великие планы братства. Нужно будет доложить после церемонии. Как раз... Сейчас нужно добыть альманах. Чтобы можно было провести... Эту самую церемонию пробуждения спящего. Большие дела, большие дела... Наступают. Не самое лучшее решение. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Ты Талос? Это тебя ограбил, да? Раньше было... Оставь меня в покое. Я не хочу об этом говорить. Все время одно и то же... Я могу помочь тебе вернуть альманах. Правда? Знаешь, на меня напали гоблины. И теперь я должен вернуться туда и добыть книгу. Конечно, его злость тут не поможет. Послушай, у меня есть идея. Давай я покажу тебе, где это находится. Не думай, что здесь хоть что-нибудь... А ты заберешь альманах. Сколько можно повторять одно и то же? Выманил в него еще... Руду? Я сделаю это, но только за 50 гривов. Знаешь, а в этом что-то... Спешка не доведет до добра. Да это же грабеж! Ну хорошо. Дай мне знать, когда будешь готов. Я думал, это уже давно решенный вопрос. В принципе, для меня несущественны эти 50 кусков руды, но так как отказавшись от руды, мы не получим ни опыта, ничего. Поэтому берите всегда. Нельзя! Это не слик. Какое со мной больше? Только международное. Проблема не остается. Вырежу момент, пока мы идем с Талосом. Но по пути не было ничего интересного, как вы, наверное, поняли. Все уже уничтожено. Так, вот только... Ящерица появилась. Напали на него недалеко от лагеря. За мостом в пещере обитают эти чертовы твари. Будь осторожен. Ты со мной не пойдешь? Я подожду здесь. Буду прикрывать отход. Вот как раз об этих гоблинах я и говорил, когда покупал Кулак Ветра. Интересное заклинание. Урон электричеством наносит. Максимальная зарядка. Потратит всего лишь 3 маны. 30 урона нанесет. Но основной урон будет от падения. Также есть неприятный баг. Если монстр умрет от падения, а не от урона электричеством, вы не получите за него опыта. Неприятный момент. Максимальная зарядка. 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 Так, мне показалось, или один из гоблинов упал с моста. Хе-хе, вон он плавает. Что, еще один? Куда он пропал? Что с ним произошло? Он утонул, что ли? Хе-хе. Хе-хе. О, еще один баг. И еще один. Однако, в отличие от большинства игр, они, в общем-то, не мешают и даже как-то веселят и разнообразят игру. Некритичные совершенно баги. В основном, как вы заметили, все связаны с анимацией. И сейчас там в пещере полный хаос. Этих гоблинов там тьма. О! 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 О-о-о-о! Вот о чем я говорил. О-о-о-о! О-о-о-о-о! Прекрасное заклинание против толпы вот таких вот маленьких тварей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Несмотря на то, что я маг огня, мне ничего не помешало воспользоваться магией спящего. Если вы хотите, если вы принципиальный и не хотите пользоваться никакой иной магией, то просто возьмите лучше оружие в руки. И сможете легко отбиться от подожженных гоблинов без проблем. Но так как я не пользуюсь оружием ближнего боя, мне это заклинание было сейчас просто необходимо. Также в дальнейшем я еще буду пользоваться ледяными заклинаниями. А именно ледяной волной. Иначе я просто не смогу справляться с монстрами без поддержки оружия. Ну в принципе игра магам и рассчитана на то, чтобы комбинировать различные заклинания, создавая своеобразные связки. Очень эффективные связки. Вот и нужный нам альманах. Читайте его, получайте за это опыт. Да, вот эту книгу нам дали при вступлении. Здесь описываются заклинания. Первого круга. Заклинаний в игре немного. Из школы огня всего лишь четыре. Это огненная стрела, огненный шар, огненный шторм и огненный дождь. Но он уже пятого круга. Альманах у тебя? Здорово! Теперь мы можем вернуться в лагерь. Примерно то же самое с школой воды. Там ледяная стрела, молния. Хотя она и не относится к воде. Я бы ее отнес к темной магии. Но она продается у магов воды. Так как в игре в принципе нету темных магов. В первой части игры. На втором круге там общее заклинание. Это лечение. Ах да, вот. Кулак фетра, которым я пользовался, он также второго круга. Ну у магии спящего там свои. Непонятные замесы. Разделение по кругам. На третьем круге у них есть очень мощное боевое заклинание. Пирокинез. Но она наносит 30, кажется, урона. Насколько я помню, в секунду. Если вы наберете защиту от магии больше 30. То заклинание перестанет наносить вам урон. А просто будет сдерживать на месте. Вот мы и дома. Тебе лучше поскорее отдать альманах Коргалому. Будь осторожен. И не переживай за меня. Уж точно не буду. Не стоит даже и волноваться. Я думал, это уже давно решено вопрос. Итак, вторая глава идет к своему завершению. Осталось вот только отдать альманах. Что тебе нужно? Я нашел книгу. Хорошая работа. Теперь ты достал все, что нам нужно. Еще немного, и все будет готово. Где состоится церемония? Приходи ночью на площадь перед храмом. Мы все соберемся там, чтобы призвать спящего. Сейчас я по-быстрому сгоняю в старый лагерь, чтобы сдать квест «Великие планы братства». Увидимся в старом лагере. Вырежу момент перехода. Сейчас сдам квест равену. Привет. Я подумал, что мне стоит доложить о своем приходе. Хорошо. Мне нужно... Им нужны яйца ползунов, чтобы... Ты хорошо поработал. Странно немного. Пропусти меня! Ничего нового не сказал, а квест засчитался. Здесь никому нельзя доверять. Просто... Отнес эти самые яйца. Можно было сдать квесты в следующей главе. Ну, я подумал, лучше сейчас, пораньше. Зачистив там лес, повысили три уровня. Очень хорошо. Изучу... Во имя магии! Новый круг. Я готов вступить в четвертый круг. Тебе уже открыты знания трех кругов магии. Пришло время познать ее тайны. Магия руны сокрыта в камне. Камень этот получают при шлифовке магической руды. Такой руды, которую добывают в здешних шахтах. Камень наделяется магической энергией в особых храмах. Так он становится орудием нашей силы. Все руны, которые ты можешь использовать, открывают тебе доступ к знаниям и могуществу наших храмов. Теперь ты выучил все, что знаю я сам. Познай магию, и ты познаешь тайну своей силы. На данный момент выучены все круги. Учитель, я хочу носить одеяние верховных магов Круга Огня. Ты знаешь, еще слишком мало. Значит, в следующей главе можно получить это одеяние. Во имя... Во имя магии! Увидимся! Можно было лучше даже сделать... Было именно так. Это... В третьей главе сюда прийти. Сейчас я возвращаюсь в болотный лагерь. Прибежал обратно вновь... В болотный лагерь. Уже тогда было ясно, что ты есть. Не думаю, что здесь хоть что-либо... Нет никаких доступных квестов. Все, что можно, пройдено. Можно поспать до полуночи. Убирайся из моего дома, или я позову... Ну и в следующей части мы... Придем на великую церемонию спящего. До встречи. Удачи вам!